Владимир Ружицкий провёл в Малаховке выездное совещание. На улице Калинина глава округа оценил качество содержания дворовых территорий, пообщался с жителями и представителями управляющей компании. Вы присядьте, разберитесь, каким образом это двигается. На дорогах ямы, скамейки во дворе непригодны для сидения, а придомовая территория неухожена. Клумбы заброшены, полисадники давно заросли травой, а с водостоков во время сильных дождей вода стекает на отмостку и разрушает фундамент. Рядом с домом установлена спортивная площадка, но проход к ней перекрыт ограждением. В виде неуправляющей компании 58 жилых домов, а порядок во дворах обеспечивают всего два дворника. Дворник наш дядя Лёша, он убирается, он у нас работал, потом его убрали, по каким-то своим причинам, сейчас вернули, и вот сейчас он начинает опять всё убирать, он вернулся буквально неделю назад. До этого, когда не было, никто вообще ничего не делал. Управляющая компания, которой гордо носила название «Служба коммунальных услуг», по мнению жителей, не оправдывает своего наименования. На её работу постоянно поступали жалобы, поэтому два месяца назад организацию были вынуждены заменить. Рядышком есть управляющая компания, здесь теплолюб. Тоже ведёт это хозяйство крайне плохо. Поэтому тоже мы их в перспективе заберём в Люберецкую теплосеть, где будет на базе теплосети сервисная компания по управлению домами. Здесь немножко всё печально, но я думаю, мы сегодня проговорили с руководством управляющей компании при теплосети. Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем некий план. Новая управляющая компания уже входит в курс дела и разрабатывает план по решению навалившихся проблем. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.